Стоим, рассуждаем, разговариваем с Андрюшей и с Андрюшей, и с Женей разговариваем о том, что по поводу Ютуба. Ну, я тоже давно началась. Он говорит, ой, как жалко, мы так много были в местах, но мы не снимали, мы фотографировали, и надо это. Я говорю, самое главное, что это память. Вот ты сейчас делаешь, допустим, я всегда, везде я. Я сейчас раз вернулась в 2006 год даже. Я смотрю, как я с поломанной рукой где-то хожу, но у меня не закрыты эти 2006 год, у меня закрыты эти видео. Я вижу маленькую Никуську свою в 2007, как она это. Я вижу своего сыночку, которому тогда было 19. Какой был у меня двор, и мне уже сеть. А представляешь, лет через 30 я все это открою и посмотрю, какая я была, где я была. Вот я вас после скажу, ой, как там ребята, интересно. То есть я уже вас никогда не забуду, потому что вы уже как бы это. Я где-то там на круизе, я сейчас открываю круиз, и я просто проживаю снова жизнь на круизе. Как это прикольно. Плюс к этому тебе Ютуб платит деньги. И плюс к этому, естественно, ты передаешь какую-то популярность, популярность это обязательно новые люди. Если бы не Ютуб, я бы не знала ни вас, я бы не знала Наташу, которая в Калифорнии, я бы не знала Лену Подружкину, я бы не знала очень-очень-очень многих людей. Я бы Аллочку не знала, Стонни, ты понимаешь, как много дает Ютуб. Я не сказала еще всех. То есть как много людей мне дал Ютуб, хороших, прекраснейших, замечательнейших. А у Аллы есть канал? У Аллочки есть, но она ленивая. Она ленивая, она редко, она, вот когда я приеду, там, я и там, она, да, 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 недельку, там, две у нее получается, потом она все снова забирала. Алла прекрасно проводила.